Бассейн «Динамо» продолжит работу в обычном режиме. Об этом заявил глава Вологды Евгений Шулепов. Сейчас идут судебные разбирательства между городскими властями и подрядной организацией. Но на работу бассейна это никак не повлияет. Детали смотрите далее. Напомним, за капитальный ремонт бассейна, который завершился еще летом 2013 года, подрядчик требует сумму в 40 миллионов рублей. Но по оценке независимых экспертов, цифра явно завышена. Кроме того, сами работы проведены некачественно. Потому городские власти оплачивать счет отказались. Первый суд подрядчик выиграл. По судебному решению, несколько дней назад в бассейне описали имущество и арестовали счет. Но город продолжает отстаивать свою позицию. Судебные разбирательства продолжаются. Мы судимся с подрядчиком, который, как мы считаем, выполнил работу значительно меньше, чем требует, чтобы мы оплатили. Поэтому, пока не закончатся судебные разбирательства, мы платить деньги не будем. Вот суд определит окончательную сумму, сколько мы должны подрядчику, тогда мы заплатим деньги в полном объеме. Добавим, что вся эта ситуация не повлияла на работу бассейна «Динамо». Он продолжает функционировать и будет работать в прежнем режиме и дальше, заявили городские власти. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда. Портал.